Всем привет! С вами Стас Черевков. Я рад сообщить, что на своем канале StartDrawing я запускаю большую серию уроков и обзоров, посвященных скетчингу. И начну я с определения, что такое скетчинг. В рисовании это техника быстрого рисунка. Скетчем можно назвать набросок. Разные наброски, зарисовки, а также вполне законченная графическая работа. А вот дизайнеры разных направлений под скетчингом понимают представление своих идей на бумаге, по-другому визуализацию идей. Для них скетчинг это этап работы над созданием образа будущего предмета или сцены, будь то футуристический пейзаж или создание какого-то образа для рекламных целей. К примеру, создать образ довольной покупательницы, которая, возможно, стоит где-то в торговом центре, перед витриной. Она сделала покупки, она довольная, счастливая, и она торопится сказать об этом подругам. Ну и так далее. И мы, получается, постепенно от маленького набросочка создаем свой эскиз, свой образ, где передаем эмоции, настроение. Так вот, скетч делается целью как можно точнее зафиксировать образ объекта из сцены, передать форму, пропорции, характер движения, передать настроение. К примеру, что касается динамики, здесь чаще всего ассоциируются какие-то движущиеся предметы, то есть автомобили, к примеру. Мы создаем образ кабриолета, который проносится мимо нас. Или мы сразу узнаем силуэт большого грузовика или спортивной машины. Или же мы, к примеру, опять вернемся к предыдущему листу и поговорим о образе веселого семейства, которые вместе проводят время, катаются на роликах в парке. Особенности скетча в том, что это быстрый рисунок. Это не означает, что мы его делаем за полминуты, за минуту. Это имеется в виду то, что мы должны за какой-то промежуток времени уложить свою идейную бумагу. К примеру, вот эти небольшие скетчи. То есть мы работаем быстро, но дело не в спешке. Дело в том, чтобы именно передать, успеть передать свою идейную бумагу за этот один заход. Еще одна особенная скетча в том, что скетч не исправляют. А при желании делается еще один скетч, еще и еще. То есть до тех пор, пока вы не поймете, что да, ваш эскиз, ваш скетч говорит все, что вы хотели сказать. К примеру, допустим, вот этот кабриолит и рисовал листный гараж. Пока не дошел до того, что да, он кажется завершенным, он говорит все, что я хотел представить. И последний, на мой взгляд, такой, такая особенность скетча в том, что нужно стараться выразить самое главное минимальными средствами. Будь то черно-белая графика или цветная. К примеру, в черно-белой графике мы делаем вам такие крупные мазки, крупные штрихи, тонкие линии. И уже у нас получился образ двух мужчин, что-то обсуждающих. Или же, к примеру, цветная графика. Мы буквально несколькими штрихами, цветных маркерами создаем образ такого яркого, интересного фургончика. Кстати, этот фургон один из любимых фургонов хиппи. Или же, к примеру, создать образ такой яркой, блестящей, шелтой спортивной машины ретро. Скетчинг вообще стал уже отдельным и очень популярным направлением в искусстве. Люди выкладывают в сетях свои работы, делятся опытом. И можно убедиться в том, что, чтобы делать замечательный скетч, не нужно, в принципе, быть художником или модельером. Достаточно просто взять черную ручку, роллер, вот, к примеру, как это, блокнот, блокнот, даже не скетчбук. И начать рисовать. И рисовать то, что вам нравится, то, что вы видите. К примеру, сделать небольшие графические заметки о последнем вашем отпуске. Или просто сделать вид из окна. А за теорией приходите на мой канал. Я в своих уроках и обзорах в простой и очень доступной форме буду рассказывать о техниках скетчинга. О искусстве видеть все, что нас окружает. Вы узнаете принцип успешного скетча. Особенности работы маркерами. Отдельную силу уроков я посвящу архитектурной графике. А непосредственно в следующем уроке я расскажу о материалах и инструментах, которые необходимы для успешного начала работы в технике скетчинга. Так что подписывайтесь на мой канал. Желаю всем творческих идей, отличного настроения. С вами был Старчереку. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok